Насилие недопустимо при воспитании детей Здоровой личности, зрелой личности, целостной личности Формируется адекватная самооценка, формируется правильное восприятие действительности других людей То есть это очень-очень важно И те стереотипы поведения, которые усваиваются ребенком из семьи Он будет потом реализовывать в своей дальнейшей жизни То есть если он видел факты насилия, которые совершались в его семье То практически на 99% из 100% он будет повторять это в своей дальнейшей жизни То есть мы ведем такую цепочку, замкнутый круг Психологи и правозащитники говорят, что насилие при воспитании ребенка Оказывает только негативные последствия на его дальнейшую жизнь Ребенок, который рос в ситуации физического насилия, вступая во взрослую жизнь Он не может притязать Ему кажется, что так и должно быть Он привык к тому, что постоянно над ним кто-то совершает какие-то нехорошие действия А когда ребенок рос свободным, когда родители воспитывали его, не прибегая к физическому насилию Тогда ребенок может притязать и защищать свои права А значит он готов отстаивать свое человеческое достоинство Правозащитники говорят, что ребенок, воспитанный с помощью насилия, вырастает несвободным и зависимым человеком Именно поэтому таким детям гораздо сложнее во взрослой жизни противостоять беззаконию и произволу властей С точки зрения правовой, на уровне национального законодательства В Украине существует достаточно четкий запрет подобных действий Любого физического насилия по отношению к ребенку С точки зрения этико-философской, можно сказать, что подобные действия унижают в том числе, а может быть даже и прежде всего, и тех, кто их совершает Кроме того, это воспитывает насилие по отношению к ребенку Воспитывает в таких людях трусость, зависимость, неспособность принимать собственные решения и нести за них ответственность Поскольку тут имеет место отношение доминирования и подчинения, можно спроекцировать такую ситуацию на взаимоотношения власти и общества Общества, в которых власть убеждена, что лучше, чем кто бы то ни было, знает о том, что полезнее для людей в этой стране Не утруждает себя тем, чтобы объяснять людям логику своих решений И активно использует весь свой репрессивный аппарат для борьбы с любыми проявлениями инакомыслия Такие общества развиваются куда медленнее, чем общества, где подавление и принуждение минимизировано И в большой степени заменено общественной дискуссией и убеждением Можно поставить в пример, например, Северную Корею и Германию или Северную Америку Выбор за нами Подводя итог программы, хотелось бы обратиться ко всем родителям Будьте ответственными, применяя к ребенку любые способы давления Вы не только нарушаете законы Украины, но и разрушаете внутренний мир этого маленького человека В заключении предлагаем посмотреть социальную рекламу, созданную российскими правозащитниками Каждый ребенок может многого достичь Стать чемпионом Мне плевать, что ты хочешь Открыть новые планеты Отец тебе задаст Стать рук звездой Не лезь, куда не бросит Путешествовать Какой же ты бестолковый Сделать карьеру Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает Откажись от насилия ради лучшего будущего Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok